здравствуйте с вами астролог Ермольна Татьяна и в этом видео я хочу вам рассказать прогноз на неделю с 7 по 13 ноября эта неделя будет у нас достаточно не динамичной и возможно даже не сильно продуктивной на ней мы почувствуем только смену одного знака марса из будет переход из козерога водолей еще будут личные планеты менять свои знаки но так как это будет самом конце недели то основные события приходящиеся на их ингрессии уже произойдут во второй половине ноября эта неделя еще кстати очень хороша для того чтобы мы начинали новые проекты создавали какие-то новые планы ну и в общем-то продвигали те идеи которые возникли у нас еще в конце октября и марса кстати склоняет нас к тому чтобы вид деятельности поменять по крайней мере с одиночного на какой-либо коллективный ну потому что марса далее вообще склоняет к тому чтобы работать коллективе групповая работа сейчас пойдет очень хорошо поэтому если вам нужны помощники то обязательно сейчас рассказывайте всем вокруг окружающим какие у вас есть идеи и что вам нужно для того чтобы их реализовать в общем то сейчас мы одни в поле не войны поэтому обязательно ищите того кто вас поддержит пусть это будут единомышленники на какое-то время хотя бы до конца ноября но коллективная работа наиболее продуктивно а вот с точки зрения конкуренции это время когда мы должны о ней забудь потому что соперничество сейчас вообще абсолютно ни к чему не приведет кроме траты нашего времени и усилий хорошо бы сейчас вашими оппонентами просто договориться о том чтобы они стали на время вашими партнерами а если это априори невозможно то уберите их из фокуса своего внимания наш главный мотиватор на этой неделе это наше будущее чем она более детальное чем она более четкая чем мы лучше себе его представляем даже можно сказать почти можем потрогать из-за его реалистичности тем мы более вдохновлены и мотивированные на деятельность на этой неделе а в делах любовных у нас господствует пока что огненная стихия а значит страсти не утихают и нас тянет на какие-либо экстравагантные поступки и какие-то несвойственные нам личные выборы но вскоре венера перейдет в земной знак помните об этом поэтому все-таки бросайтесь с головой в страсти но думайте о будущем надо признать что огненная венера всегда дарит нам еще и приятное просто время радостное наполненное хорошим настроением а также какими-то эмоциональными покупками но и расходы наши непомерные а траты вполне себе спонтанные ну звезды действительно сейчас благосклонны к тому чтобы мы приобретали то что дорого нашему сердцу поэтому подарите себе какие-то памятные вещи они останутся у вас надолго и будут вас еще очень долго радовать первая половина неделя будет гораздо активнее второй ее части и солнце и в понедельник и во вторник и в среду сильно включено в нашу жизнь при том что другие планетарные явления не наблюдаются это говорит о том что он все-таки у нас будет атмосфера некого ситуационного штиля и на его фоне основным моментом станет наша мотивация поэтому если вы мотивированы и у вас как бы такая серьезная внутренней мотивации есть они внешне и значит эта неделя особенно первая половина будет продуктивной сейчас лидерство займут те из нас кто действительно горит чем-то и хочет ну скажем так этим горением заразить других все остальные просто выступит ему пальму первенства так что если у вас есть желание и амбиции сейчас покомандовать то проявите инициативу она обязательно из ваших рук уйдет еще очень не скоро пятница и суббота будет временем весьма напряженным концу недели у нас появится какая-то раздражительность но накопленная просто за время вполне возможно нашего бездействия и а мы станем крайне не дипломатичные по отношению друг другу но если вы чувствуете что весь мир у вас превращается в одного сплошного врага то это вам будет пусть сигналом того что марсианская энергия накоплена и требует своего выхода тогда хорошо бы было заняться какой-либо физической нагрузкой иметь какой-то оздоровительный вас массаж ну просто хотя бы побегать на беговой дорожке это было бы тоже хорошо надо признать что воскресенье будет совсем другой день потому что напряжение потихоньку начнет спадать и нам захочется расслабленности нам захочется такого хорошего ненапряжного отдыха поэтому хорошо бы провести это время в какой-то спокойной комфортной обстановке где нас хорошо кормят и приятно развлекает в общем отдыхайте и дайте отдохнуть своей голове от напряженных будней набирайте силы и планируйте свою новую трудовую неделю но для каждого знака зодиака есть и дни на этой неделе когда он наиболее эффективен и может реализовать свои планы сейчас я каждому знаку зодиака дам определенный совет по поводу этой недели овен самым благоприятным периодом на этой неделе станет понедельник и вторник и как ни странно пятница очевидно что всю неделю вы будете потихоньку набирать скорость и концу ее так разгонитесь что можете сделать рабочими и выходные дни если же ваши планы все-таки входит история про отдых то возьмите в кулак всю свою дисциплину и разберитесь тем ворохом дел еще в первой половине недели а вторую ну направьте скажем так на реализацию новых проектов телец самым благоприятным периодом на этой неделе станут дни среда и четверг это наиболее продуктивное время для достижения ваших целей и результатов не ленитесь больше говорить и объяснять потому что ваша открытость и ваше дружелюбие сейчас помогут вам создать необходимый диалог для того чтобы вас окружающие поддержали насладиться радостями жизни вам помогут выходные особенно воскресенье быть может первую половину этого дня вы все-таки посвятите домашним хлопотом однако вторая полностью вашем распоряжении так что отдыхайте и набирайте сил близнецы ударно проведите первую половину недели и на выходных вам придется сожалеть лишь только о том что они очень быстро проходят чтобы осуществить планы этой недели вам понадобится или счастливый случай или человек который может вам покровительствовать то есть в руках которого есть реальная возможность вам помочь однако счастливый случай может том и состоять что в самом начале недели вы такого человека встретите и с ним задружитесь рак для вас неделя начнется очень непросто но понедельник вы скорее всего пропустите и он будет для вас днем безделье а вот во вторник у вас появится небольшое желание что-то сделать в среду она начнет дозревать поэтому среда и четверг могут считаться для вас самыми продуктивными днями этой недели не стоит планировать что-либо на пятницу лучше закончить все дела до ее наступления а вот последний рабочий день звездами велено провести в тишине спокойствие без лишнего шума лев на этой неделе у вас мало поводов для радости неделя начнется с громких разбирательства ими же и закончится вы не прочь повоевать но сейчас успех и удача переходит во вражеский стан так что повнимательнее присмотритесь к своим оппонентам быть может сейчас стоит понять что вы один в поле не воин и задружиться со своими врагами сделать с ним какой-то совместный проект в общем делайте из своих врагов друзей и берегите эти договоренности самым результативным временем для вас может стать пятница при условии что во все остальные дни вы провели их работу над ошибками дева возможно эта неделя не добавит вашу копилку серьезного успеха или ощутимых результатов особенно в середине недели вы будете почти физически чувствовать заметное сопротивление которое оказывает окружающие всем вашим планам пожалуй среда и четверг станут самыми напряженными днями но если вы воспитываете в себе силу воли и страсть к победе то они же будут и самыми результативными воскресенье заметно успокоит и развеселит вас вы просто поймете что все в порядке все это время несмотря на суматоху и хаос все шло по плану из графика вы не выбились что вас порадует и очень сильно расслабит скорпион собирайте ваши силы и ресурсы самом начале недели потому что понедельник и вторник не совсем продуктивные дни и здесь стоит энергию распределять очень равномерно а вот среда и четверг будет очень продуктивным временем для вас поэтому стоит особое внимание им уделить в своем планировании как всегда вашем случае главным вашим козырем является интуиция которая поможет все ментальные преграды на этой неделе преодолеть выходные отдохнуть не удастся особенно воскресенье будет днем тяжелым давящим поэтому стоит заняться своим любимым хобби или побывать на природе стрелец самым непростым временем для вас окажется их на середину недели в среду и в четверг у вас появится реальная возможность еще раз доказать самим себе чтобы вы бываете крайне деятельны и активны особенно в тот момент когда ваши интересы задвигают на задний план у вас появятся конкуренты именно с той стороны с которой во вы вообще конкуренции не ожидаете пора вспомнить что у каждого свои задачи и действовать согласно своим они тем договоренностям что были но теперь уже прошли выходные стоит еще раз подумать о том как вы делаете выбор в сторону своих партнеров и друзей что-то вашей статей стратегии перестала работать по крайней мере вам на пользу козырок совсем неплохая неделя для вас при вашем активном участии она может стать весьма результативной хотя начнется она очень медленно но вы быстро наверстаете упущенное и уже к середине у вас появится желаемый результат однако стоит учесть особенность планетарного влияния на этой неделе не надо жестких установок и перевыполненного плана вот то что само идет вам сейчас в руке и будет основным ресурсом ресурсом и теми возможностями с помощью которых у вас будут победы на этой неделе водолей главное понедельник поставить себе задачу и четко придерживаться ее выполнение первые два дня этой недели потом ваша жизнь потечет именно в том русле что вы замышляли а усилий с вашей стороны при этом будет минимальное количество непростым станут выходные суббота будет весьма напряженной и интенсивной и если не заполнить ее хотя бы домашними хлопотами то к вечеру вы превратитесь в очень раздраженного водолея а воскресенье будет просто конфликтным и напряженным так что без особой надобности рта не раскрывайте вот это выходной просто берегите свою энергию для рабочих дел рыбы среда и четверг станут наиболее активным временем для вас сейчас бразды правления лучше отдать самым смелым и дерзким а вам не нужна лишняя ответственность вы сейчас улавливаете спокойный естественный жизненный поток и это самая наилучшая атмосфера для творчества и созидания воскресенье не пропустите после обеденное время для семейных позитилок и задушевных разговоров вам стоит насладиться домашним уютом и спокойствием пусть вот этот эмоциональный штиль даст вам возможность хорошо и спокойно глубоко поразмышлять о планах на предстоящую неделю это был общий обзор недели со 7 по 13 ноября а также советы для каждого из 12 знаков зодиака обязательно пишите мне в комментариях как эта неделя отразилась на вашей жизни что проигралась в ней и как звезды действительно на вас повлияли ставьте лайки если вам понравилось это видео и делитесь им с друзьями традиционно ищите меня на моем сайте ермолина . про там написано все обо мне как о человеке помогающей профессии и чем я могу вас поддерживать поддержать в индивидуальном порядке подписывайтесь на мой канал так как здесь всегда много нового и интересного дружите со мной в соцсетях с вами была астролог ермолина татьяна до свидания